МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Ирина Ромбальская. Здравствуйте. Сотрудничество в торгово-экономической сфере обсудили сегодня в телефонном разговоре президенты Беларуси и Азербайджана. Главы государств подтвердили стратегический характер двусторонних отношений, отметив, что взаимодействие стран всегда выстраивалось в духе дружбы и взаимопонимания. Подробнее Александр Лукашенко и Ильха Малиев остановились на сотрудничестве в экономической сфере, выразив готовность значительно активизировать взаимную торговлю. Речь шла в том числе и о производственной кооперации. Белорусская страна, в частности, готова рассмотреть возможность развертывания различных совместных производств в Азербайджане с выходом в перспективе с общей продукцией на рынки третьих стран. ЕАЭС значительно минимизировал трудности, которые переживают экономики стран-участниц интеграционного объединения. О настоящем и будущем Евразийского экономического союза говорили сегодня в Совете Республики. Здесь прошло заседание научно-консультативного совета по вопросам социально-экономического развития. В настоящее время объем взаимной торговли в рамках объединения несколько снизился, но резервы есть. Участники встречи не раз отмечали, что необходимо проявлять большую настойчивость при принятии решений. Кроме того, ответственно нужно подходить к реализации четырех свобод – движению товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Тем не менее, позитивные тенденции тоже есть. Одной из главных целей ЕАЭС, определенных договором о создании союза, является формирование общего рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Так, в рамках таможенного союза, единого экономического пространства в 10-14 годах товарооборот между нашими странами вырос в 1,3 раза. Реализация превозглашенного договором ОЕС принципа четырех свобод призвана обеспечить дальнейший рост взаимной торговли и экономик стран-участниц. Самым ожидаемым позитивным следствием от интеграции является расширение рынка товаров и услуг. Общий рынок Евразийского экономического союза в годовом объеме составляет 900 миллиардов долларов. Сейчас главная задача состоит в том, чтобы в рамках единого рынка создать равные условия для стран-участниц и при этом позволить конкурировать с продукцией государств, которые не входят в ЕАЭС. Напомню, интеграционному объединению немногим больше года. За это время работа проведена в различных сферах. Так уже действует шесть тех регламентов по безопасности транспортных средств. Мы согласились и внедрили на территории ЕАЭС единые принципы по требованиям промышленной продукции к безопасности. И я считаю, что это очень полезно. Это позволяет нам формировать единый рынок. И эту работу, она будет продолжена. Сейчас я знаю, что на очереди у нас разработка единых регламентов по энергоэффективности, что тоже очень важно для бытовой техники в странах ЕАЭС. В Брюсселе на двухдневном саммите ЕАЭС разгораются жаркие дискуссии по поводу выхода Великобритании из Евросоюза. Лондон требует провести реформы в объединении. Премьер-министр Королевства Дэвид Кэмерон предупредил, что пойдет на сделку, если она будет отвечать всем требованиям. В основном они касаются проблемами мигрантов. В частности, Британия не хочет выплачивать социальные пособия приезжим. Такое предложение совсем не нравится некоторым странам, особенно Бельгии и Франции. Они уже заявили, что такие нововведения противоречат фундаментальным принципам Евросоюза. Напомню, в ЕАЭС в прошлом году прибыли более миллиона человек. Это самый серьезный миграционный кризис в Европе со времен Второй мировой войны. Прокуратура начала проверку после схода лавины в городе Кировске Мурманской области России. Под особое внимание попал горнодобывающий комбинат, а также выясняется, почему не прозвучал сигнал тревоги. По предварительным данным, причиной случившегося стали взрывные работы противоловинной службы горнодобывающего комбината. Напомню, в Кировске в результате схода лавины погиб один человек. Еще одному удалось выжить. Спасательные работы на месте завершены. Возбуждено уголовное дело. Европол предупредил о возможных крупных терактах в Европе. Угроза исходит не только от групп боевиков исламского государства, но и от террористов-одиночек. По словам главы Европола, Европа впервые за 10 лет подвергается такой серьезной угрозе. По оценкам специалистов, исламское государство — одно из главных опасностей. За три года террористам удалось захватить значительные территории Ирака и Сирии. Кроме того, они пытаются распространить свое влияние в странах Северной Африки, в частности, в Ливии. Сообщается, что контролируемая боевиками территория достигает до 90 тысяч квадратных километров. На юго-востоке Турции в городе Диарбакыр в подвалах оказались заблокированы не менее 200 мирных жителей. В этом районе, населенном в основном курдами, идет военная операция. В городе введен комендантский час. Местные жители, спасаясь от боевых действий, прячутся в подвалах. И часто в результате взрывов входы в убежище оказываются завалены. Напомню, антитеррористическая операция в Диарбакыре проводится в середине декабря. Уже погибли десятки мирных жителей. На американских Гавайях рядом с военной базой Перл-Харбор потерпел крушение гражданский вертолет. Воздушное судно потеряло управление и рухнуло в воду. На борту было пять человек. К счастью, они остались живы, несмотря на то, что удар о воду был достаточно сильным. Серьезные травмы получил лишь один из пассажиров. Причины происшествия выясняются. Момент крушения вертолета на камеру сняли туристы. В Финляндии из аэропорта Хельсинги в Багдад вылетел первый спецрейс с беженцами, которые пожелали вернуться на родину. Всего борт вывез из страны более ста иракцев. Домой мигранты возвращаются из-за семейных проблем, сурового климата и непривычных условий проживания. Местные власти заявили, что такие полеты будут проводиться один раз в неделю. Стоимость одного рейса оценивается в 150-200 тысяч евро. Все затраты берет на себя Финляндия. Добавлю, в государство в прошлом году прибыли 32 тысячи переселенцев. Это рекордное для страны количество. В основном иракцы и афганцы. Спустя более полувека между США и Кубой налаживается авиасообщением. Стороны подписали соглашение о возобновлении полетов между странами. У американских авиакомпаний в ближайшее время появится возможность осуществлять до 110 ежедневных рейсов на Кубу. Напомню, государство в июле прошлого года восстановили дипломатические отношения, перванные более 50 лет назад, после революции на Кубе. После этого стороны подписали ряд двусторонних соглашений. Однако торговый эмбарго против острова свободы, введенный Конгрессом США полвека назад, пока по-прежнему в силе. Марина Павлоградская, телекомпания СТВ. Дорогу на рынок Евросоюза Минский автомобильный завод прокладывает через Польшу. Здесь, в городе Челядь, состоялась презентация новой модели городского автобуса. Он оснащен двигателем, который соответствует экологическому стандарту Евро-6. В салоне машины новый интерьер, который создавался с учетом повышенных требований к безопасности и комфорту пассажиров. Кроме того, в автобусе установлена мощная система кондиционирования и отопления салона. В Молодечно сегодня пройдет офицерский бал. Он уже успел стать традиционным событием накануне Дня защитников Отечества и Вооруженных сил. На этот раз в культурной столице Беларуси отметят заслуги военнослужащих из частей, которые дислоцируются на территории Минской области. Подготовлена большая культурная программа. По традиции проведения таких балов его гости будут танцевать. Офицеры в паре со своими женами закружатся под звуки вальса. А вот гродненские кадеты готовятся к охране государственных рубежей. В областном центре открылся первый класс пограничной службы. И учатся здесь не только юноши. Какие специальные дисциплины постигают будущие стражи границ, выяснял Юрий Корнелович. Каждое утро подтягивания, подъем с переворотом, отжимания, а еще рукопашный бой и обязательно стрельба в тире. Заветная мечта Алексея Говорко стать офицером-пограничником. С этой целью и в кадетское училище поступил. Такие физические нагрузки для будущего пограничника условия обязательные, ведь по определению нужно быть выносливее потенциального нарушителя. Моя дедушка, полковник ВВС, летчик сам, очень много рассказывал про армию. И меня тянет на границу. Я хочу служить на границе. Хочу поступать в Минский институт пограничной службы на оперативно-розыскную деятельность. Гродно город особенный. Рядом границы сразу двух государств. В специальном классе пограничной службы будут на профессиональном уровне обучать ребят всем тонкостям охраны рубежей. Люди, которые проживают здесь, они тоже обладают определенным менталитетом. То есть они с детства понимают, что такое граница, что такое приграничная территория. Желающих стать пограничниками среди кадетов было много, но отбор прошли не все. В специальную группу попали только самые подготовленные ребята. Пограничные войска это элитные войска во все времена. Всегда отбирались наиболее подготовленные ребята. Обладающие и физической подготовкой, и высокими морально-волевыми качествами. Которые крайне необходимы. При этом в кадетской группе есть и девушки. В текущем году Институт пограничной службы впервые объявил набор представителей слабого пола. Мне часто приходится пересекать границу, и непосредственно наблюдаю за работой пограничников. Меня это все очень сильно привлекло, и поступив в училище, я больше узнала, и мой выбор был осознанный, целенаправленный. Преподаватели обещают, что участь кадетам не придется. Специальные дисциплины, например, по розыску, знакомство с техническим обустройством границы, все это позволит подготовиться к поступлению в профильный вуз. В новом классе кадеты будут изучать только теорию пограничной службы. Практические же занятия будут проходить здесь, на территории Гродненской пограничной группы, и непосредственно на государственной границе. Юрий Корнелович, Николай Лапинцев, компания СТВ, Гродно. В Могилеве представили самые изысканные цветы в мире орхидеи, всего более 30 видов. Как редкие сорта, так и настоящие бестселлеры, которые пользуются большой популярностью у любителей экзотики. Об орхидеях еще в V веке до н.э. упоминал Конфуции. Их ценили ацтеки, в Европу тропические орхидеи завезли только в XVIII веке. Тогда эти диковинные растения считались лечебными. Вообще, во многих странах это убеждение актуально и по сей день. Здесь такие сорта, которых я никогда в жизни не видела. Самые красивые расцветки, разновидности. Очень красивые есть королевские орхидеи, которые я очень мечтаю получить себе на подарок. Такова информация на этот час. Далее новости спорта. До встречи в 16.30. Субтитры создавал DimaTorzok